Первый раз, вы не поверите, за 10 лет пребывания на острове Вальд, я пришла в Макдональдс. Это Макдональдс в Нью-Порте. Ну и вот, здесь, конечно, в основном, посмотрите, школьники, детвора, но есть, конечно, и взрослые тоже. Вообще интересно, можно брать на улицу, можно кушать здесь. Я взяла кушать здесь, вот я взяла кофе капучино и вот такой вот картофель фри, вы видите, да? Ну и все это вместе мне обошлось 2,50, очень недорого, вы знаете, хотя вот кофе я взяла небольшой, но все-таки капучино. Мне его прям принесли сюда за стол, номер 12. Вообще, я покажу вам, вот видите здесь, через перегородку, вот такие вот экраны. Вы здесь сами себе выбираете, заказываете, оплачиваете, пишете там номер стола, садитесь и ждете. Я думала, что я буду ждать долго, но вы знаете, как-то очень быстро мне все принесли. Я взяла кетчуп и соус барбекю, пробую. Вы знаете, я уже ничего подробного вам не показываю, не рассказываю, потому что мне уже сказали, что все знают. Все это давным-давно в России есть, что я уже прям отстала и устарела. А я просто показываю вам свою повседневную жизнь, показываю то, что я делаю. Очень редко показываю, когда я куда-то захожу и обедаю. Чаще всего захожу, чтобы попить копья или пиво, но пиво я уже перестала пить, потому что стараюсь немножко похудеть. Вот, что еще хочу сказать о Макдональдсе в Англии. Макдональдс здесь не приветствуется, кроме как вот школьники, молодежь. Здесь вы не увидите именно коренных англичан, вот, особенно старше сорока, старше пятидесяти. Здесь вообще нет. Мой муж такие заведения полностью презирал, просто презирал, хочу сказать вам. Никогда его затянуть сюда было невозможно, поэтому я и говорю, что я здесь впервые за 10 лет жизни своей. Вот, хотя я и в России, сказать по правде, по-моему, была всего два раза вот в таком заведении, никогда не покупала картошку фри. Тем более вот эти вот сэндвичи, как они называются, бургеры всякие. Вот, то есть в лучшем случае кофе или мороженое я брала в Макдональдсе. Так вот, англичане не любят Макдональдс, они считают, что это американская фирма, конечно же. Они предпочитают поддерживать своих производителей, поэтому вот английский Макдональдс, это у нас лизер спунг. Кто, если не видел, посмотрите, видео вам всплывет в правом верхнем углу. Вообще, конечно, интересно, но здесь даже никакой рыбы, никакого мяса нет, все только вот эти вот чизбургеры, гамбургеры, то есть вот эти вот бутерброды сумасшедшие. Поэтому я решила, я уж лучше поем картофель фри с кофе. Вообще, сегодня целый день я мотаюсь, у меня сегодня автомобиль на проверке, МОТ здесь называется, или техосмотр, да, каждый год надо проходить с автомобилем. И сегодня мне позвонили, я еще с утра пришла на техобслуживание, приехала, вернее, оставила свой автомобиль, пошла с вами немножко погуляла по Нью-Порту, кое-что покажу. Но об этом я вам расскажу в следующем видео, а сегодня я уж коль скоро стала рассказывать вам про английскую еду, стала показывать вам всю эту еду, то я и продолжу на этой теме про еду. А вот как раз то, как я снимала Нью-Порт и как я гуляла по другим там достопримечательным местам. Вы знаете, друзья, у меня столько набралось для вас видео, потому что сейчас шикарная погода, середина октября, я гуляю буквально каждый день. Ну и у меня как-то все застопорилось, потому что все надо монтировать. Ну вот я вам про осликов тут недавно совершенно изумительное сделала видео, ну и не знаю, неужели оно опять у меня будет совсем с малыми просмотрами. Так жаль, друзья, что такие интереснейшие темы не пользуются популярностью многих моих зрителей. Очень жаль. Ну вот я делаю опять рекламу этого шикарнейшего видео. Пожалуйста, друзья, кто не видел, посмотрите. Там так много информации об осликах, о которой, может быть, вы никогда и не знали. Как быстро год пролетел, посмотрите. У нас уже снова выложили эти огромные тыквы на Хэллоуин. Посмотрите, какие они огромные. Вот эти вот маленькие, не совсем маленькие. Вы знаете, они здесь не считаются съедобными. Это только вырезается на Хэллоуин. Посмотрите, какую огромную я выбрала. Просто такой супер кинг. Фунт 49 стоит. Ну, кто как использует, конечно, тыкву. А я вот, видите, я же человек русский. Я ее вот так вот режу меленько. После того, как использую. Но я даже эту использовать не буду. Я просто ее нарежу мелко. И в морозилку. Вот у меня уже заморожена часть. И потом тыквенную кашу, как вы понимаете, хватит надолго. Потому что тыква здесь у нас продается. Ну, вот только перед Хэллоуином в октябре. А еще сейчас у нас очень много боярышника. Я показывала вам на кустах, сколько его. Вот я его сушу вот так. Вот так вот. Достала опять из холодильника банку. Вот так вот я заполняю баночку этим боярышником. Можно свежим, если есть. Или вот уже подсушенным. И заливаю его спиртом или водкой. И настоечка получается. Вот здесь даже лучше видно. Уже настоялась у меня. Она такого коньячного цвета. Я уже говорила вам, друзья. Ну, супер укрепляет сердце боярышник. Боярышник. Ну, и раз уж у нас сегодня все о еде, речь пошла. Вот показываю вам, посмотрите. Вот такая баночка. Вот сразу не догадаетесь ни за что. Те, кто не умеет переводить по-английски. Вот догадайтесь в трех раз, что это такое. Надеюсь, догадались, друзья. Это не что иное, как сгущенное молоко. Ну, вот у меня тут остатки уже. Я его редко покупаю. Потому что, конечно же, если хочешь похудеть от молока, такого надо отказываться. Вот. Но решила вам показать. Интересно выглядит. Вы знаете, у нас же совсем по-другому выглядит молоко. Сгущенное. Сразу видно издалека. А здесь я его с трудом нашла. Пойди догадайся. Ну, и дальше о молоке. Смотрите. Вот специально для вас я приберегла вот такую вот бутылочку. Бутылочка, обратите внимание, молочная, пол-литровая. Вот написано, пожалуйста, используйте и возвратите. Здесь специально. Вот ферма. Fresh Farm Milk. Ферма свежего молока. Вот такая вот крышечка. Вы знаете, вот эта бутылочка стоит 99 пенсов. Или 99 рублей получается. И получается, что вроде бы как ферма молоко должно быть шикарное. Вот интересно, во-первых, то хочу вам показать, что такие бутылочки, вот, они когда-то раньше у нас использовались. А сейчас, конечно же, это все уже выкинуто. Все кругом только пластики. Вот. А здесь все еще используют. И вот такие бутылочки, особенно фермеры любят, они их доставляют. Здесь есть такая история. Доставки. Вот такие бутылочки молока. Я даже нашла вам картиночку, как это выглядит молоко у порога. Доставляются утром к порогу дома англичан. Англичане за это платят 15 фунтов в месяц. И с удовольствием, два или три раза, им привозят в неделю вот такое молоко. И вы знаете, вот мой муж Рентон, англичанин же, он у меня, он тоже использовал вот такое молоко всегда. Да, вот здесь такое красивое тоже. Я почему налила, это уже молоко не из фермы, потому что у него срок годности 12 октября, сегодня у нас 16, он, конечно же, уже закончился давно. Я почему вам это все рассказываю и показываю, ну и налила молоко сюда, просто из обычной бутылки, чтобы было более видно и понятно. Так вот, меня удивило, знаете, во-первых, то, что написано, использовать молоко до 12 октября, а иначе оно там вообще несъедобное. Ну вот такое как-то даже странно сразу, согласитесь со мной. У нас, если молоко скисало, то оно скисало где-то за сутки, да, да и потом уже можно было и кефир пить, или простоквашку, и не написано было, что выбрасывать уже, значит, вот, оно испортилось. А здесь оно реально испортилось. Я его специально подержала до 12 октября, и что вы думаете, это молоко вроде бы как из фермы, из-под коровки, должно быть нормальное, но какие-то добавки, которые этому молоку не позволяют скисать, оно просто отбило водой и отбило какой-то вот такой вот жухлой гадостью. Вы знаете, я попыталась понюхать, так вот на язык еще попробовала. Горькая, невозможная какая-то консистенция, несовершенно неудобоваримая, несъедобная никакая. То есть, представляете, что добавляют? Даже фермеры уже теперь в свое молоко. Это совершенно не то, что было раньше. И я вот часто, знаете, ворчу, потому что я недовольна качеством продуктов здесь в Англии. Поражает. Иногда даже не хочу я и рассказывать вам, потому что скажут, что чего тут привередничает тетка, приехала, должна быть счастлива. Но, вы знаете, я не могу здесь найти для себя ничего такого вот вкусного, которое мы когда-то в молодости ели, видели. Вот я любитель, я сыроежка, я вам тоже снимала целое видео про сыр. И я продолжаю настаивать на том, что в Англии сыр абсолютно невкусный. Ну, никакой. Липкий, противный, нет, совершенно. Даже тот же пармезан, он не такой, как был у нас в России когда-то. Ну, и любой сыр российский. Я помню, я любитель голландского сыра, обожала. Ну, теперь все. Я перестала даже сыры эти кушать здесь. У меня, как говорится, отбила охоту на английский сыр. Да вообще на сыр. Вот, покажу вам. Я покупала по привычке. Это сыр бри. Вот я его бросила. Он недоеденный, все. Он никакой не нравится. Это вот тоже очень из хороших пармезанов. Я его теперь вот натираю иногда, когда делаю салаты какие-то. Ну, и все. Он несъедобный. Вот этот сыр. Это, по-моему, у нас из Моздам назывался. Тоже валяется засох, закурлючился. Потому что никакого вкуса. Ну, вот. По моему мнению, друзья, это так. Так, поэтому пытаюсь, продолжаю делать какие-то заготовки сама. Вот я и капусту сама, квашу, посмотрите. Потому что достать ее здесь невозможно. Вот у меня она в холодильнике хранится. Вот я ее мелко режу, квашу. Иногда попадаю, получается вкусно. Я иногда не попадаю с солью, не очень. Но другой уже здесь не найти. Единственное можно, конечно, в польском магазине. Русских магазинов здесь на острове нет. А вот в польском магазине можно купить. Но она там тоже невкусная, почему-то с уксусом. Так что вот, делаю заготовки на зиму сама. Ну, и вот купила я в специальной рыбной лавке вот такого ершика. Вот он. Свежий. Как бы, да? Ну, что еще сказать? Я купила ершика не один, а купила сразу два. Одного я пожарила. Я, знаете, попробовала. И что вы думаете, почему-то этот ершик страшно отдает тиной. Воняет тиной невозможно. Не знаю почему. Вроде ведь морская рыба. Ну, и вот теперь вот на этот ершик второй я смотрю и думаю, может мне его просто посолить. Вот когда-то раньше в Архангельске такие ершики соленые. Ой, какие они были вкусные. Ну, вот разочаровалась еще раз. Села в кафе. Смотрю, люди пьют пиво здесь. Ну, помимо пива кофе еще, конечно. Ну, вот вижу пиво. Думаю, давно не заказывала пиво. Закажу-ка. Вот. Подхожу, говорю, девушки, можно мне беер пиво? Беер. Она говорит, у нас нет пива, беер. Я говорю, так а как? Вон у вас же пьют люди-то. Вижу я. Она говорит, так это лага. Это не беер. То есть у них, понимаете, пиво это пиво, а светлое пиво это просто лага. Вот как понять этих англичан? Ну, в общем, отвела душу, друзья. С вами поворчала немножко. Мне стало легче. Хожу опять по очередному английскому магазину. Смотрю, выбираю. Уже, знаете, многое даже вам и не говорю. И не показываю. Иной раз вот выбираешь, выбираешь. Вроде, кажется, красивые здесь такие все. Свежие фрукты, овощи. А приношу домой. Последнее время вот клубнику не стала покупать. Вы знаете, приношу домой. Если сегодня купила, принесла и сразу не съела, на следующий день она вся пропадает. Она отбивает какой-то слизью. Такая же история с морковкой. Хотя, конечно, здесь морковка очень дешевая. И это замечательно. Морковка здесь килограмм стоит 40 пенсов. Это, я считаю, очень дешевая. И морковка бывает неплохая. Но вот стоит морковке этой полежать дня 2-3 в холодильнике. И все, она отбивает каким-то киселем. Она вся чернеет. Вот такие продукты. Я не знаю, может быть, это сейчас везде так. Ну, в общем, друзья, поворчала с вами. На этом я прощаюсь. Всего вам доброго. Еще увидимся. Пока-пока.